Ребята, хотите послушать звук Венеры, планеты? Слушайте. Класс. Сейчас. Это звук Земли. Земля. Николая. Сейчас папа покажет. Папа наш поливает фундамент. Ой, фундамент. Ну, в общем, вы поняли. Нужно поливать в жару водой, потому что он начинает трескаться. В общем, всю дверь обрызгали бетоном. Ну, ничего, дверь помоем. Вот такая вот у нас стяжечка. Немножко начала, вот видите, трескаться. Но мы поливаем водой, как и положено это делать. Вот такая вот у нас теперь дорожка будет в калитке. Симпатичная. Здесь будут вот так вот ступенечки. Ну, соответственно, перила надо будет варить вот так вот красиво. У нас новый день. Мы сейчас выдвигаемся на Сокол, в Пятерочку поедем. Нужно закупить кое-какие продукты. Хочу тортик сделать родителям ко дню рождения. Так что не переключайтесь, оставайтесь с нами. И мы вам покажем, что мы там приобрели. Так, мы едем домой. Чек у нас из Пятерочки на 1256 рублей. Можно очуметь. Ничего не купили, а деньги потратили. Короче, я приедем домой, покажем, что мы купили. Еще в Магнит заходили. Я сливки купила и какао-порошок. Потому что Пятерочка для этого дела вообще бомжовская. Кстати, смотрите, ребят, сколько шагов прошло за сегодня. За сегодня? Сколько? 2000? 3 108? Вот, хорошо. Все, мы поехали домой. В общем, до включения скоро увидимся. На почту заезжали. И нам посылки две пришли. Одна посылка вот пришла из город Орел. Вот, я даже не помню, что это такое есть-то. Что я там заказывала-то, наверное, чуть на обзор, может. И еще присылали вот такие вот прищепки с Алиэкспресс. Вот, кстати, хвалят их. Говорят, обалденные, не ломаются уже очень много лет. И, в общем, нас из Чеплыгина бабушка с дедушкой просили заказать такие прищепки. Сейчас приедем домой и распакуем вот этот вот пакетик. Так, мы уже дома. Вообще, жара у нас сегодня опять, наверное, плюс 30. Так, сейчас я вам покажу наши покупочки, что мы купили. В общем, из молочки купили вот такие продукты. Цену вам писать буду на экране тогда, чтобы в чеке там не лазить, ничего. В общем, в Магните взяла вот такие сливки. 35% они у нас для взбивания. Это я буду делать крем для торта. Так, далее. Потом, а, в Магните я еще взяла вот такой вот золотой ярлык, какао-порошок. Так, в Пятерочке взяла сметану. Кстати, у нас сметаны на топленых сливках нет. Вообще, я все магазины обижала, вообще не видела. Может быть, в гипермаркетах здоровых таких. Типа ОКЕЙ, наверное, Карусель там есть. Потом топленое молоко. Йогурт вкуснотеево. Клубничный. Кефир 1% тоже вкуснотеево. Лебедянское молоко. Вот такое мы берем отборное. Две бутылочки. Так, взяла вот такую кашку Быстров. Тут 6 пакетиков у нас идет. Веронечка у меня попросила. Так, яйца. Два десятка. Потом взяла вот такой маскарпоне. Это я тоже буду делать крем. Две пачки мне нужно по рецепту. Так, тонкий лаваш. Вот такой хлебный дом. Написано вот в этот раз для рулетов. Я надеюсь, действительно, оно будет для рулетов. А не то, что я всегда как попадаю вообще. Так, приправы. Взяла вот такие разные плов. Кунжут взяла. Семена, может быть, выпечку какую-то делать, да, там посыпать. И для курицы приправы. Также взяла вот такой творог 5%-ный. Потом целый набор у меня здесь. Это тоже для выпечки. Для моей всегда это сахарная пудра. Ну и разрыхлитель, ванилин и желатин. Там у меня... Я вам напишу тогда общую сумму. Так, и еще у нас там есть пекарня. Взяла вот такой хлебушек. Он был вообще реально горячий. Вообще такой ароматный. Пшеничный хлеб. Ой, я прям сразу в детстве вспоминаю, как мы шли домой и обгрызали эти горбушки. Вот. И еще вот так вот пшеничный, только круглый. Тоже очень мягкий, прям горячий. Так, ну в принципе по продуктам все. Так, и сейчас я вам покажу то, что Валера купил у нас. Он приехал вечером, ехал с работы и зашел опять в пятерочку. И накупил, получается, пельменей. Ну, конечно, мы их покупаем иногда, когда не по акции. Потому что у нас часто работают работники, бригады. И нам нужно их чем-то кормить. И мы, да, варим просто пельмени. Ну, иногда Валера, например, там, я не успею что-нибудь приготовить. Целый день, например, мы там на участке проработаем. Пришли домой, зашли и быстро сварили пельмени. Но, опять же, я их не ем. Вероника тоже. Чисто вот Валера у нас ест. Написано из отборной свинины. Ну, конечно, какая тут может быть отборная свинина. Ладно, в общем, суть не в этом. 12 штук он купил. Также купил любят его кукурузные хлопья. Мы их едим всей семьей. И взял батончик. Не знаю, зачем правда. Кому-то взял батончик. И на все про все мы отдали 977 рублей. Сколько там копейка? В общем, 977 рублей получилось у нас. Да. Так, и также он заехал, купил в магазине вот такое мыло. Он всегда берет по многу мыло. Это детское мыло. И вот такое вот банное мыло натуральное. Он насмоется только таким кусковым мылом. Он всякие эти гели для душа не признает. Считает, что они не смываются. Ну, и так далее. Ну, это его личное дело. Как бы кому что нравится. Правильно? Так что вот такие покупочки. И мыло составило у нас на сумму. Сейчас я вам скажу. 383 рубля. Так, и сейчас пришло самое время показать вам, что прислали мне на почте. Оказывается, город Орел, да? Наверное, есть как бы дилер в этой компании, я так думаю. Это у нас фирма Альсария, которая производит медицинские изделия с микросферами. Выглядит это вот так. В такой вот сумочке замечательной. Сейчас мы откроем и посмотрим. Это аппликатор с микросферами 8 в 1. Так я понимаю. Инструкция, вот видите, по эксплуатации. В общем, смотрите. Кто недавно присоединился к моему каналу, я хочу вас осведомить о том, что где-то в феврале-марте у меня Валера получил травму предплечья. В общем, у него кость плечевая вышла полностью. В общем, смещение было. Ему под местной анестезией выправляли данную кость. И врач сказал, что вообще нужно, говорит, заниматься гимнастикой, нужно использовать препарат. Он там выписал мази разные. И вы знаете, мы хоть эти мази и таблетки все это сделали, проделали, а вот этот симптом болевой остается иногда. Вот он, если перетрудится что-то, тем более у него работа такая сложная, руки вверх постоянно, электрика, отделка, это все нагрузка на руку и на предплечье. И в общем, не знаю, мы все поперепробовали, ничего нам особо не помогает. Я думаю, может быть, вот эта штучка замечательная нам поможет. И поставит, как говорится, его не то что на руки, но и на ноги. Так, внутри я чувствую, знаете, как песок такой. Хотя это утверждают в описании, что это шарики такие, как бы стеклянные шарики, которые заполнены на одну треть объема смесью натриево-боросиликатных и калий натриевых с кремне-органическим покрытием микросфер. В общем, смотрите, изначально, да, рекомендуется применять изделие по 15 минут с перерывами не менее 1 часа 2-3 раза в день. И перед сеансом нужно выпить стакан воды. То есть все здесь написано, вот я чувствую, да, внутри наполнение такое интересное, очень. Вот, написано, сделано в России. Будем пробовать. Будем лечиться. И знаете еще что? У нас, у Валеры не только рука, но еще и нога. Он себе как-то повредил ногу недавно. Оступился, по-моему. С лестницы спускался. И получается так, что она у него стала в одном месте отекать, опухать. Ходили мы к хирургу. Если кто на инстаграм подписан, знает, там, сторисы я выкладываю. И вот в одном из сторисов я показывала, как мы пришли к хирургу в поликлинику. Ну, хирург сказал, что это повреждение, опять же, связок. Нужно использовать мазь, пить кетанов. Пропили мы и кетанов, и использовали мазь. И опять она у него все равно опухает, и ничего не помогает. Вот, в этой сумочке, смотрите, у нас специальные такие, ну, как ремни, видимо. Это нужно, они немножко тянутся, такие на липучках. Тоже будем использовать по назначению. Все нужно читать, изучать инструкцию. Вот, видите, тут они разные. Видимо, на спины, на руки, на ноги. Коротенькие совсем, видимо, на руки. Которые подлиннее, это, видимо, на ноги. А которые самые длинные, это позвоночник, спина, ну и так далее. Здесь совсем он с этими делами, с этими стройками, бесконечными ремонтами. Можно с ума сойти, и здоровье речь надо, что я могу сказать. Все это очень сильно подрывает здоровье, ребята. Эти нагрузки. Он в тот день, когда заливали бетон, он вообще полночи не спал. Он проснулся в 3 часа утра, пошел на улицу вязать арматуру, потому что в 9 часов приехала груша, миксер, а у нас еще арматура была не готова. И вот он практически всю ночь не спал. Ему нужно было доделывать эту работу до конца. Так, сейчас я вам немножечко покажу, как это используется. Да, вот здесь все нарисовано и на ноги, и на колени, и на суставы. Даже есть повязки на бедро и на руки. Я так понимаю, компания занимается разработкой и производством очень разных-разных изделий для любой части тела, и даже ортопедические подушки у них здесь есть. Также стеганный матрас, стеганое одеяло, повязка на плечо. Даже есть накидки на автомобильные сидения, вот такого плана. Также есть детские, медицинские матрасы. И причем производитель, смотрите, город Орел. Вот, город Орел, наш сосед практически. От города Липецка недалеко. Вот, смотрите, я вам сейчас расскажу, что такое микросферы. Это мельчайшие шарики, полые внутри, производимые из природных минералов, полевого шпата и кварца. Эти микросферы, которые с 1970-х годов используются в противоожоговых кроватях и кроватях для реабилитации новорожденных детей Сатурн-90. Представляете? Балдеть! В общем, я очень сильно хочу побыстрее это все попробовать. Вот, полечить Валерину ногу и предплечье. Я обязательно с вами поделюсь. И у меня будет отдельно подробный обзор на данный аппликатор. Так, сейчас, дорогие мои, готовлю котлетки. Смотрите, в Пинтерости увидела рецепт. Здесь у меня куриный фарш, две грудки я прокрутила. Потом один вот такой вот, ну, небольшой кабачок потерла на крупной терке. И одну морковь. Также сюда прокручено чеснок, где-то 4-5 зубчиков таких небольших. И три головки лука. Все посолила, поперчила. И, в общем, добавила яичко. Теперь я буду добавлять яйца в фарш, потому что все рекомендуют. Мне вы, у меня молодцы. Так, и смотрите, вот такой вот по густоте фарш, да? То есть он не жидкий. Если у вас жидковат, я думаю, что либо надо манки добавить, ну, либо муки там, смотрите сами. У меня, в принципе, вот нормально. Буду ложкой выкладывать и жарить котлетки сейчас на сковороде. Ни в каких, ни в сухарях, ни в чем я не буду их, ну, обмакивать. Так, выкладываем ложкой, убавляем огонь. Тихо делаем, накрываем крышкой. И пусть наши котлетки там томятся. Так, вот такие котлетки у нас получаются. Смотрите, они очень мягкие, сочные. И морковочка, и кабачочек все пропеченное, все мягенькое. В этом можете вообще не сомневаться. И даже если у вас детки не любят такое, мне кажется, вот от таких котлеток они точно не откажутся. У меня Вероничка съела с удовольствием две штучки. Так что возьмите мамочки на заметку. Приятного аппетита! На гарнир решила приготовить я тушеную капусточку вместе с кабачком. В общем, лук с морковью обжариваю. И туда отправляю вот эту всю смесь. Так, все это надо перемешать хорошенько. Воду я добавлять не буду, потому что кабачок и так очень сочный. Так, накрываем крышкой и на среднем огне будем все это дело тушить. Так, на данном этапе добавляю томатную пасту. Ну, примерно вот так половина столовой ложки. Хорошо это нужно все перемешать. Так, и сейчас мы посолим и добавим приправы. Какие вы хотите добавляйте. Получается даже очень ничего. Я попробовала. Капуста, она быстрая, молодая. Ну и кабачок в принципе тоже. Очень так вот интересное такое сочетание капусты, кабачка. Вот, мне понравилось. Так, прикроем крышкой. Ну, я не знаю, еще минут 5, наверное, выключаем. Сейчас стараюсь выходить каждый день в огород и срываю вот такие кабачки. Вот такие маленькие, прям, чтобы они были с тоненькой шкурочкой, молоденькие. Я не даю им перерастать. А то у меня вообще в холодильнике такие ракеты лежат. Вот, смотрите, какие лежат огроменные. И, в общем, мне надо их теперь обязательно закрыть и куда-нибудь израсходовать. Вот. Ну, который более-менее такой. И то, видите, он вот уже все вянет. Вот такой зелененький, я его порежу за морозку. А это надо куда-нибудь в консервацию отправить. И также варю компот. Сегодня у меня компот это черная смородина и малина. И немножко сахара добавляю на такую вот кастрюлю. Валера берет с собой на работу компотик. Сейчас жара и надо что-то пить. Так, и в конце видео хочу ответить на вопрос, который мне задали под видео, где строим крыльцо. Пишет Лидия Печенегина, да? Правильно я назвала. Юленька, у меня к вам просьба. Если можно, снимите влог про канал. Я имею в виду заработок. Просто вы, на мой взгляд, честный блогер. А все говорят по-разному. Это ни в коем случае не подсчет чужих денег. Просто любопытно. Извините, если что. Да, в принципе, это нормальный, в принципе, вопрос. Вот. Мне тут вообще скрывать нечего. Но вы понимаете, то, что пока на данном этапе о заработке вообще не может быть идти никакой речи. Потому что, во-первых, прежде чем что-то начать зарабатывать на Ютьюбе, да, нужно в это вложить. Это как любой бизнес. Ну, может быть, бизнес – это громкое слово, но тем не менее. Нужно вложиться в камеру, в звук, в свет. Я не знаю, придумать темы для видео. Должны быть темы и полная голова, да, то, что снимать. И как бы сейчас о заработке, ну, это только пока, знаете, начальное, начальное мое движение такое в зарабатывании. Вот. На данный момент я зарабатываю 40-50 долларов в месяц. Вы сами понимаете, что это такое, да? Это 2-2,5 тысячи рублей. Это сущие копейки. Причем там, когда мы делаем перерасчет еще, там, сначала в долларах переводят. Эти доллары нужно обменять в рубли. За все это берут комиссию. И там я еще теряю где-то порядка, там, 100-150 рублей. Вот. Поэтому пока что нужно не о заработке думать, а о работе над собой, над своими видео, над подписчиками, над ростом подписчиков. Вот. То есть, как, знаете, там сейчас платят как? Тысяча просмотров – это 1 доллар. Вот и считайте, да. Если, например, мое видео набрало за сутки, там, тысячу просмотров, то я заработала, грубо говоря, 60 рублей. Сильно, правда? А чтобы это видео выложить, нужно его в течение дня снять. Нужно потом это все смонтировать. Часа 2-3 уходит. И, как бы, если еще озвучку какую-то вставить, да, там, наложить текст или что-то. То есть, пока это никак не окупается. И, ну, у меня нет такой особой цели, знаете, вести канал для того, чтобы там миллион зарабатывать. На Ютубе не получится. Это нужно либо настолько, вот, знаете, иметь такую вот прямо харизму, иметь такую фишечку в себе, чтобы вот прям люди тянулись к тебе. Подписчики росли не по дням, а по часам, и они тебя смотрели. То есть, как бы, это нужно настолько много работать над собой, над своими видео, над, вообще, над темой, над контентом, чтобы о каком-то заработке вести речь. Вот. Но сейчас зрители избалованные на Ютубе, все хотят смотреть хорошую картинку, все хотят хороший звук, не хотят вот эту вот на полчаса демологию. Все должно быть четко, коротко, ясно. Но я уже об этом говорила, там, в одном из прошлых видео тоже задавали вопрос по поводу, как снимать, с чего начать, заработок и так далее, и тому подобное. Вот. Поэтому, говорю честно, открыто, ну, блогеры, понимаете, как еще, блогеры разрабатывают на рекламе, вот. То есть, поступают предложения, вот это косметика присылают на обзор. Да, я не против, а почему бы и нет? Я думаю, любой человек не откажется, правильно? Когда вам бесплатно присылают косметику, протестировать, и, тем более, я даю объективную оценку этой косметики. Я ничего не наговариваю, там, она, если мне она не понравилась, я так и говорю. Мне вот она не понравилась, маска, например, там, да, для волос. Или, допустим, вот, Велине мне присылали недавно, да. Если мне понравился крем для ног, я и говорю, что он мне понравился, потому что он реально увлажняет, он реально мои пятки приводит в порядок, реально освежает, потому что, да, такой аромат, не знаю, ментола, там, или эвкалипта, что-то такое содержится. То есть, мне крем понравился, да. Если, например, их шампунь мне не понравилась, во-первых, она, как вам сказать, когда смываешь, у меня вообще солома на голове получается. Просто вот после моего этого тонирования я вообще волосы не могу расчесать. То есть, настолько все спутывает, что я промываю, промываю, а потом наношу от Numero маску итальянскую на волосы. То есть, шампунь, как шампунь, может быть, он и нормальный. Вот Веронике, например, я мыла шампунью, у нее нормально. У нее волос не жженый, нет. Для таких волос он не подойдет. Он более натуральный, более, знаете, и для натуральных волос, наверное, неокрашенных. Вот. То есть, я говорю правду. Поэтому блогер разрабатывает на рекламе. Вот. На рекламе. То есть, поступает предложение. И, соответственно, ну почему бы и нет. Тем более, это бесплатно. Я думаю, каждый человек, да, согласился бы. Вот. Поэтому о заработке каком-то вести речь. Я имею в виду в денежном даже плане. Товаром, да. Товаром как-то сейчас вот спустя год, как я уже, да, снимаю, ну так вот уже серьезно год снимаю видео. Уже такие предложения довольно-таки, ну нормальные, серьезные поступают. И косметику присылают. Сейчас вот аппликатор прислали, да. То есть, как бы для лечения он, скажу так, что он не особо дорогой, но и не особо дешевый. Вот. Поэтому, поэтому вот как и так. Я думаю, что я ответила на ваш вопрос. На сегодня буду прощаться. Подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok